Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днём траура в Российской Федерации по погибшим при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя Вишня» в городе Кемерово. Сегодня по всей стране приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия, радио и телепередачи. Государственные флаги приспущены и на всех официальных зданиях Кызыла. Во многих городах России после пожара появились стихийные мемориалы, куда люди несут цветы и свечи. В Кызыле череда акций началась во вторник днём. Горожане собирались возле центра русской культуры и на площади Арбата у памятника маленькому шахтёру. Вместе с козылчанами, почтить память погибших, пришли руководители города. Дорогие козылчане, в эти дни скорбит вся страна на всём этом огромном пространстве. Потому что дети – это самое главное, самое дорогое. Это наше будущее, и это и есть сама жизнь. С ним мы связываем все свои надежды, все радости. Будущее нашей страны, нашей семьи, нашего города, нашей республики. Поэтому очень страшно, когда трагедия обрывает жизни маленьких граждан нашей необъятной страны. И сегодня скорбит не только Кемеровым, скорбим мы, козылчане. И в душе думаем о том, что нужно нам, власти в том числе, сделать всё, чтобы защитить детей. Защитить от халатности, защитить от неразумных построек, в которых нет места для спасения. Сделать всё, чтобы их дорога в жизни была открытой. Чтобы этот путь был белым, свободным, большим. Мы скорбим. Скорбим вместе со всей страной. Поток людей с цветами и игрушками к маленькому шахтёру не прекращался. Всех тех, кто не смог выбраться из торгового центра, особенно детей, почтили минутой молчания. Напомним, пожар в четырёхэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошёл в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, погибли 64 человека, большинство из которых – дети.